Всем доброго времени суток! Каждый будний день команда УниверНьюз готовит для тебя порцию самых интересных новостей студенчества. В студии Дмитрий Гомжин мы начинаем! Сити-фермерство. Почему выращивать салат и помидоры у себя на кухне стало модно? Как изменится Казань к 2035 году? Посмотрели в Генплане. Уникальная операция для Татарстана. Обо всем этом расскажем сегодня в выпуске. Сити-фермерство – одно из перспективных направлений на будущее. Основная идея здесь – создание идеальной городской среды. В Татарстане сити-фермерство пока не является распространенным явлением. Аграрное молодежное объединение совместно с Министерством сельского хозяйства Республики Татарстан при поддержке Росмолодежи решили его популяризировать. Подробности далее. В Министерстве сельского хозяйства и продовольства Республики Татарстан в рамках молодежного проекта «Поколение зеленых воротничков», который был реализован студенткой Казанского федерального университета, состоялся круглый стол на тему сити-фермерства – технологии урбанизированного сельского хозяйства. Грант направлен на развитие сити-фермерства в Республике Татарстан. В рамках этого проекта прошел первый в районе Татарстана – агрокатон, направленный на агродизайн и сити-фермерство. Натурально вкусные и главное круглый год огороды в городе или так называемые сити-фермеры становятся трендом крупных городов. Чтобы вырастить огурцы и помидоры, больше не нужна ни дача, ни грядки, ни даже солнца. С помощью гидропоники можно выращивать любые продукты от микрозелени до корнеплодов и никаких вредителей и болезней. Это становится неким трендом не только у горожан, но и у предпринимателей. У нас все больше и больше жителей села также обращается на образовательную программу «Фабрик предпринимательства». И, как мы видим, потенциал развития данных проектов очень большой. В рамках круглого стола стоялось награждение победителей агрохакатона. Победителем стала команда «Агросити». Диана Шилова, Леонид Олесьяров, Универньюз. Генеральный план развития города Казани, разработанный Институтом генплана Москвы, вызывает немалые опасения у экологов. О проблемах, рисках и решениях расскажет Аделя Шимилова. С 29 мая в Казани стартовали публичные слушания по проекту нового генерального плана Казани, разработанного Институтом генплана Москвы. Они проходят в 13 этапов, и чертова дюжина в данном случае где-то символично. Многие из горожан недовольны проектом. Баталии по поводу генплана разгораются не на шутку. Однако генплан планируют утверждать Казанской городской думой, вне зависимости от всех претензий и замечаний. Ответ на вопрос, прослужит ли он Казани, как рассчитано до 2035 года, и что он из себя представляет, мы попытались выяснить у заведующей кафедры природоустройства и водопользования Казанского федерального университета. Генеральный план как документ – это уровень, такой достаточно высокий уровень предпроектной документации, то есть плановой документации. Фактически в нем закладывается концепция развития города на определенный период. В истории города Казани таких периодов было несколько, и генеральные планы города менялись. Есть довольно известные генпланы, например, генплан строительства города Казани в период Большой Волги, генплан города Казани 1968 года. По предположительным данным, строительный бум ожидается в Кировском районе, а вот из Салават-Купере вероятнее всего проложится автодорога в центр. Многих, конечно же, интересует и количество новых мостов через Казанку. Их по генплану будет еще четыре, но когда они появятся – пока не ясно. Многим специалистам очевидно, что данный генплан несет за собой определенные опасения и вопросы. Принят был вариант компактного развития города, как бы компактный гармоничный город. Но вот когда сейчас мы имеем итоговый результат, конечно, он вызывает немало замечаний. То есть вот этот вариант, который сейчас предложен, вызывает немало замечаний. И даже вот последние предложения мы отправляли буквально в течение последнего месяца, мы отправляли и отправляли предложения по исправлению генпланов в части зеленых зон, в части водных объектов. К сожалению, вот именно учет этих замечаний мы не очень много видим, потому что, еще раз говорю, казанские специалисты в качестве разработчиков не привлекались. По словам специалиста, ни одна территория не отдается под массовое озеленение. То есть, наоборот, в городе идет уплотнение в качестве застройки. Как отмечает университетский эколог, степень озеленения города тоже оставляет желать лучшего. На что было бы хорошо обратить внимание при окончательном принятии генплана. Все это вызывает беспокойство, потому что есть районы с очень низкой степенью озеленения, к примеру, Новосавиновский район, Бахидовский район, с минимальным вообще процентом по озеленению на уровне буквально низких процентов. Поэтому это вызывает очень большое беспокойство. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Ленардо Влитяров, Универньюс. Казанский федеральный университет и Российский фонд помощи проводят донорскую акцию в Казани. Любой желающий может сдать свою кровь, чтобы стать донором костного мозга и помочь больным. Подробнее расскажем в следующем сюжете. Мероприятие «Спаси жизнь, стань донором костного мозга» направлено на развитие Приволжского регистра доноров, созданного в 2018 году КФУ совместно с Росфондом и Национального регистра доноров. Акция проходит при поддержке медицинской компании «Инвитро». Важно, чтобы у нас в России была создана база, в которой хранятся данные по конкретным донорам. Именно поэтому сейчас создается реестр, и те доноры, которые приходят к нам в «Инвитро» и сдают свою кровь, их данные поступают в базу, которая будет организована на базе КФУ. И при необходимости, при совпадении данных, будет подключаться уже конкретный донор и будет спасена очередная жизнь. Трансплантация костного мозга в некоторых случаях является единственным вариантом спасения больных, страдающих поражением органов организма, отвечающих за постоянство состава крови. Для большинства таких больных необходим поиск неродственных доноров. Поиск осуществляется в регистрах, где собраны генетические характеристики сотен тысяч людей. Студенты Казанского федерального университета в рамках акции сдали свою кровь, чтобы стать донорами и помочь больным. Акция, приуроченная к Международному дню защиты детей, продлится до 1 июня. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз. В Казани прошла уникальная операция по пересадке клеток костного мозга. С подробностями и результатами операции вас познакомит Аделя Шамилова. В Казани впервые провели аутотрансплантацию костного мозга пациенту, страдавшему миеломной болезнью. Процедура прошла с участием специалистов РКБ, которым помогали сотрудники университетской клиники и Института фундаментальной медицины Казанского федерального университета. В здравом республике Татарстан перед РКБ была поставлена задача осуществить аутотологичную трансплантацию клеток костного мозга у больного с онкогематологическим заболеванием. Поскольку этот процесс высокотехнологичный и требует определенного высокого оборудования, то администрация РКБ обратилась к администрации медсанчасти КФУ с просьбой его технической и методической поддержки. Миеломная болезнь является злокачественной опухолью. Своё название «заболевание» и «опухолевая клетка» получили в связи с преимущественной локализацией процессов в костном мозге. Аутотрансплантация заключается в том, что больной является донором для самого себя. Пересаженные клетки костного мозга способны продлить жизнь пациента приблизительно на 5 лет. Как нам удалось выяснить, первая в республике операция по пересадке клеток костного мозга прошла успешно и без каких-либо осложнений. В настоящее время пациенту стало лучше, и его выписали из больницы. Аделя Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюс. Лучшим молодым преподавателем Казани в этом году стал сотрудник КФУ Михаил Абрамский, преподающий в высшей школе ИТИС. О том, какой путь пришлось пройти победителю, в нашем следующем сюжете. 30 мая в Доме культуры имени Гайдара при поддержке мэрии Казани, а также Комитета по делам детей и молодежи, состоялся финал конкурса на звание лучшего молодого преподавателя Казани. Победителем в главной категории высших учебных заведений стал преподаватель КФУ Михаил Абрамский. Михаил Абрамский продемонстрировал высокий уровень подготовки, и его отрыв от соперников составил несколько десятков баллов, что в рамках конкурса чрезвычайно много. Помимо этого, он получил приз зрительских симпатий, выиграв в онлайн-голосовании и в социальной сети ВКонтакте. Непосредственно конкурс реализуется среди молодых преподавателей высших учебных заведений и профессиональных образовательных учреждений Казани. Цель конкурса – стимулирование научной активности молодежи, создание условий для профессиональной самореализации и личностного роста молодых преподавателей. Уже в финале девять конкурсантов представили на суджюри зрителей свои выступления. В них они не только презентовали себя с профессиональной стороны, но и демонстрировали свои таланты в номинации «Творческий номер». Финал, как и сам конкурс, прошел действительно громко. Организаторы и, главное, участники в лице преподавателей подняли планку на новый уровень. Смогут ли молодые преподаватели КФУ подтвердить статус лучших, узнаем только в следующем году. А пока вновь поздравим Михаила Абрамского, чей преподавательский талант принес победу Казанскому федеральному университету. Дмитрий Гомжин, Рустем Садреев, Универ Ньюз. На этом у меня все. До скорых встреч в эфире Универ ТВ.